Кишечник Отруби Они стимулируют перистальтику кишечника И снимают раздражение Морковь, свекла и капуста Эти овощи содержат большое количество клетчатки Которая, как ершик, вычищает все места Желудочно-кишечного тракта Существует очищающий салат под названием Щетка Следует морковь и свеклу потереть на крупной терке Идеально подойдет терка для изготовления корейской морковки И смешать с нарезанной капустой Заправить такой салат небольшим количеством Растительного масла В течение дня есть его в любом количестве Он прекрасно очистит стенки кишечника от шлаков И остатков затвердевшей пищи К тому же морковь является мощным антиоксидантом Продлевающим молодость всего организма Чеснок Содержит полезные фитонциды Которые активно борются с бактериями и грибами Уничтожая болезнетворные бактерии Чеснок способствует оздоровлению кишечника Достаточно съедать ежедневно корочку черного хлеба Намазанного долькой чеснока Мед Этот продукт пчеловодства полезен для всего организма Он укрепляет иммунитет и стимулирует выделение Секретов кишечника Что облегчает процесс усвоения питательных веществ Топинамбур С этим корнеплодом знакомы многие дачники Его корни внешне напоминают помесь картошки с имбирем Употреблять его можно как в сыром виде, так и в вареном Однако пользу принесет именно первый вариант Считается, что этот корнеплод способен устранить дисбактериоз Во всех этих овощах много клетчатки, улучшающей работу кишечника Поэтому рекомендуется каждый день съедать по одной-две порции салата из этих даров природы Однако в процессе длительного хранения клетчатка в овощах становится очень грубой, что может навредить кишечнику Поэтому начиная с конца зимы следует употреблять квашеную капусту и салаты из замороженных овощей Так как их заготавливали еще из ранних свежих даров с мягкой структурой клетчатки Помимо употребления овощей в сыром виде, очень полезны печеная морковь и свекла И конечно мы не устанем повторять, что правильное питание является залогом здоровья всего организма В частности и кишечника Следует иметь в виду, что наиболее активно кишечник работает в первой половине дня Поэтому к вечеру стоит снижать калорийность продуктов, отдавая предпочтение более легким блюдам из овощей С 5 до 7 утра активен толстый кишечник Это самый благоприятный период для очищения организма Чтобы запустить работу кишечника и подтолкнуть процесс вовведения остаточных продуктов пищеварения Мы советуем выпивать стакан теплой воды и съедать несколько сушеных фруктов Далее с 8 до 9 утра наступает идеальное время для первого приема пищи В послеобеденное время с часу до 3 дня вступает в активную фазу тонкий кишечник В этот период лучше всего предоставить отдых организму для правильного переваривания пищи После 16.00 кишечник уже не стоит нагружать жирной и тяжелой пищей Он уже отработал свой рабочий день и деятельность его уже приостанавливается Употребляя перечисленные продукты и обращая внимание на временные периоды суток Вы обязательно сможете вернуть здоровье кишечнику и повысить общее самочувствие